Спонсор выпуска сеть магазинов спортивного питания Fit Health Перевел и озвучил Алексей Мокшин, проект Спортфаза Джош, ну прежде всего спасибо, что пришел Ближайшим твоим соперником будет Джош Кошчек Вы недавно только сняли новый эпизод Ultimate Fighter Сразу, конечно, бросается в глаза, что вы очень разные люди У вас абсолютно разные стили ведения боя Каково вообще это было, сниматься с ним? Не буду врать, Джош мне не очень нравится Да и я ему, собственно, тоже Поэтому я старался максимально избежать общения с ним Но это же реалити-шоу, так что мы вынуждены были общаться Ну, у нас действительно два разных стиля наставления наших команд Я больше концентрируюсь на тактике, на технике А Кошчик больше налегал на разум, на настрой, на агрессивность Пытаясь таким образом подавить соперника Хотя лично для меня, я знаю, что как только за мной закрывается решетка в октагоне Для меня ничего не существует больше А какую роль в своих тренировках ты отдаешь визуализации? На самом деле, бои это целая наука И я верю, что я являюсь чемпионом не потому, что я самый сильный Или потому, что у меня больше навыков Да, навыков действительно много Я действительно быстрый, опытный Но самое главное, мне кажется, это все-таки мой разум Потому что я научился максимально эффективно использовать свои навыки Чтобы нейтрализовать навыки противника Мне кажется, разница в этом Ты очень открыт в плане своих опасений, в плане рисков, на которые ты идешь Говоришь о том, что не хочешь получить какие-то травмы Мне кажется, что это очень важно Это очень грамотный подход У нас полный контакт в нашем спорте Поэтому понятно, когда ты входишь в октагон, ты рискуешь своим здоровьем Да, я опасаюсь, я не стесняюсь об этом говорить А тот, кто говорит, что он ничего не боится Он либо лжец, либо сумасшедший просто Как изменилось твое отношение к страхам? Ну, с годами ты, конечно, становишься более уверенным Ты должен знать себя, знать своего оппонента Против которого ты дерешься И ты должен уважать силу соперника, но ты не должен ее бояться Если говорить о Джоши, например Я анализировал его, я уважаю то, что он делает Его сильные стороны, но бояться я его не боюсь В перерывах между боями ты много работаешь над выносливостью? Ну, прежде всего, я вообще не верю в выносливость как таковую Я никогда ее не тренирую Я не верю, что тренировки, я не знаю, там, на беговой дорожке Или что там еще за тренажеры придумали Я не верю, что это каким-то образом может улучшить твою выносливость в бою Мне кажется, что в бою главное это эффективность То есть ты вообще не делаешь этих упражнений, как там бить молотом шину, я не знаю Нет, никогда, ни разу в жизни У меня был инструктор по муитаю из Франции Я его даже брал в наше реалити-шоу Так вот, парень, короче, курит, я не знаю, сколько пачек в день Он всегда пьет, но у него есть характер Он вообще не в форме, но когда он спаррингуется с нами по муитаю, он всех выносит А все потому, что он просто эффективнее, чем мы В UFC я считаю, что все бойцы в форме, все атлетичны и все уже выжимают максимум из своих возможностей Один боец будет уставать больше, чем другой, потому что тот был более эффективным Этому бойцу удается направить бой в то русло, где он сильнее, ну а второй выходит из своей зоны комфорта таким образом Единственное, для чего полезно железо, то есть я делаю тот же жим лежа просто для того, чтобы лучше выглядеть перед спонсорами То есть лучший внешний вид, лучшая картинка, это ведь тоже очень важно Если ты выглядишь хорошо, ты чувствуешь себя хорошо и тебе все удается И ничего тут такого Ты тягаешь железо для картинки просто? Да, я признаю это Ну что, после тренировки я могу пожать лежа, не потому что это сделает мой удар сильнее Дело тут абсолютно не в этом Я делаю это, потому что я хочу, ну, выглядеть лучше, ну, я это для себя делаю Сколько тебе сейчас, Жорж? 29 То есть ты даже еще не на своем пике? Надеюсь, что нет, ну, чувствую я себя хорошо, у меня нет травм пока Как я уже сказал, я тренируюсь тяжело, но стараюсь делать это по уму, поэтому моя карьера становится длиннее Надеюсь, что так все и будет А что ты думаешь о выступлениях в других весовых категориях? Потому что я знаю, что были разговоры о том, что ты можешь перейти в 185 Так и есть Я планирую это сделать на определенном этапе своей карьеры Проблема здесь не в переходе вверх, а проблема в возвращении Ничего хорошего для здоровья в этом не будет Когда ты набираешь вес и переходишь в категорию выше, время реакции изменяется, оно замедляется немного А для бойца это очень важно Поэтому проблема только в этом, когда я решу перейти в категорию выше, я хочу убедиться в том, что я сделал все, что я мог в этой категории Потому что я не планирую возвращаться, я не хочу пытаться удержать те предыдущие еще титулы Оттуда я уйду, потому что я не хочу играть так с весом, это плохо для здоровья А какая у тебя цель? Чего ты хочешь добиться перед тем, как уйти? Хочу стать Майклом Джорданом ММА Хочу быть Тайгером Вудсом Ну, по другим причинам, конечно Не те, которые сейчас обсуждаются в новостях Хочу быть как Уэйн Грецкий в ММА Короче, хочу быть лучшим всех времен Фантастические слова Спасибо тебе, дружище Каждый день смотрите новые переводы на канале Спортфаза Перезагрузка Не забудьте подписаться Редактор субтитров А.Семкин